Вот подъезжаю к Амкаду, Московская кольцевая автодорога. Все, выезжаю уже в Москву. Как видите, к Новому году в этом году что-то скромненько украшали Москву. Не имеют никаких иллюминаций, ничего особенного. Очень скромно. Абсолютно Новый год был очень скромный. Даже так показать ничего особенного нет. Про новогоднюю Москву. Вот дорогу не почистили. Дорога ужасно скользкая. Но народ у нас очень смелый. Все равно нарушает скорость. Впереди опять мы стоим. Уже два по 100 кольцев проехали. И на каждом марсе могут остановить. Попросить подышать в трубочку, проверить документы. Хотя вы едете спокойно, никого не трогаете, ничего не ворушаете. Это вот Ново-Рязанское шоссе переходит. Полгоградский проспект. И едем мы к метру Кузьминки. Вот время уже 10 минут 11. Вот сегодня будет такой у нас основный день. В общем, такой же, как и вчера. И позавчера. В общем-то, солнца очень мало в Москве. По сравнению с Флоридой, это, конечно, у нас в месяц может быть 1-2 солнечных дня. Может не быть вообще. Поэтому очень тяжело себя настраивать. Настроение себя поднимать. Ничего. Вы привыкшие. Конечно, хочется солнышка. Так вот дальше. В общем, доучилась она в школе до 9 класса. То есть средняя школа как бы. 10-11 день решили не идти. Потому что после того, как она бросила теннис. Поставили мы теннис. Массионально перестали заниматься. И у него, в принципе, открылся талант к живописи. Чего я не ожидала. Мы с мужем даже не очень-то и хотели, чтобы она становилась художником. Потому что это очень тяжелый труд. Очень тяжелая профессия. Если кому-то кажется, что художники летают сюда в облаках. Им так легко живется. И дошиваются люди. Это очень тяжелый труд. Очень тяжелый труд. Быть художником. Она начала писать маслом. Говорит, папа, дай мне краски. Все время начала просить. Ну, муж дал ей краски маслом. Ой, сначала, первый раз, когда он увидел, что она делает, она их разбавила. На такой степени начала писать масляными красками, как акварель. Потом мне подсказал, как писать масляными красками, что надо делать. В следующих видео я расскажу. Может быть, даже муж сам расскажет, да, с несколько уроков о живописи маслом. Как начинать. Как пользоваться масляными красками и так далее. Что для этого нужно. Ну, какие-то элементарные вещи, какие-то элементарные навыки. Ну, вот, начала писать. Ну, Настя, как всегда, у нас БК Зара, да? Начала сразу картины серьезные маслом писать. Начала копии с голландских художников сначала потихонечку. Цветы писать. Там, птички всякие, птичка. Потом написала свою картину «Лебедь». Круто, вообще шикарная картина. Я просто была в шоке. Просто уделена. Потом потихонечку картины ее начали продаваться в салон. В галерейках, на вернисаже. Вот. Видите, какая Москва пасмурная. Ну, в общем-то, и решили мы, что она должна пойти в художественный колледж. Продолжить все-таки обучение по специальности. Поступила она в художественный колледж. На факультет роспись по ткани. То есть, пати. Четыре года там обучения было. В это время пришлось бросить вообще занятия английским языком. Потому что утром она... Я ее отвозила. Это в Кольже, в Москве находится. Из Малавки мы где-то ехали почти два часа дорогу каждый день утром. В шесть утра выезжали. В девять она была там. Три часа иногда по кругу мы ехали. В девять утра она была там. Занятия были до пяти. До четырех, иногда до шести даже. Вечером я ехала с работы, ее встречала. И приезжали где-то домой. Примерно уже в десятом часу вечером. Ну, что там оставалось. Уроки поделать и все. Спать ложится утром опять с того трона. Заданий очень много задавали. Это вам не какой-нибудь гуманитарный факультет. А это где все надо делать ручками, проекты и так далее. Рисунки, работа живописная. Очень много времени занимается в этой учении. Закончила она колледж с красным дипломом. Это колледж, кстати, имени Карла Фабережи в Москве находится. Закончила с красным дипломом. И тут стал вопрос, а что делать дальше? Хорошо, дальше я расскажу. В следующем видео. Что сейчас... Уже так, слишком, наверное, длинное. Пока.